Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. В ауле Беслиней будет полностью решена проблема с водоснабжением. Глава республики посетил Хабейский район, осмотрел ход строительства ряда объектов. Регистрация брака разрешена, но какие правила ждут молодоженов и их гостей? И нужно ли приходить в ЗАГС за справкой или воспользоваться порталом госуслуг? Корифей театра Борису Тахчукову, 85. Как зарождалось театральное искусство в Карачаево-Черкесии? Кто стоял у истоков? Оспорт и мир. В Карачаево-Черкесии открылись фитнес-клубы. Что изменилось в их работе и как обрести спортивную форму? В рамках рабочей поездки в Хабейский район Рашид Тимреза вместе с министром строительства и ЖКХ Евгением Гордиенко, исполняющим обязанности главы администрации района Тимуром Жужуевым, осмотрел ход строительства ряда объектов в ауле Беслиней. Одна из самых важных проблем, которая долгие годы беспокоила аульчан – качество водоснабжения. В результате стихии он остался без водозабора и качество питьевой воды оставляет желать лучшего. В прошлом году главой республики было принято решение кардинально решить эту проблему. И уже в этом начались работы по строительству комплекса объектов водоснабжения, включая водозабор, насосную станцию за менее порядка 15 километров труб. Работы завершатся к концу года. Еще один новый объект, который будет сдан в Беслине, к октябрю – новый дом культуры на 250 мест. А на открытом воздухе еще одним центром досуга и семейного отдыха для жителей аула станет новый парк. Работы по его благоустройству проведены в рамках программы «Комфортная городская среда». В Карачаево-Черкесии возвращаются к привычной работе органы записи актов гражданского состояния. Однако в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции будут сохраняться определенные ограничения. Торжественная церемония бракосочетания будет проходить в присутствии не более 10 человек. Заявление на государственную регистрацию рождения о смерти будут принимать от заявителей в штатном режиме. При посещении органов ЗАГС обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Количество приглашенных не должно превышать 10 человек. А именно жених-невеста, свидетели или приглашенные на торжественную регистрацию брака не более 3 человек, фото- и видеооператор и работники ЗАГСа. Следует отметить, что приглашенные должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Прием граждан у нас будет осуществляться в режиме одного окна. То есть прием и выдача документов по всем видам осуществляет один работник ЗАГСа без доступа в рабочие кабинеты. Заявления по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, кроме рождения и смерти, которые принимаются непосредственно в органе ЗАГС, а также по вопросам выдачи повторных документов подтверждения государственной регистрации актов гражданского состояния, желательно подавать через единый портал государственных услуг, либо через многофункциональный центр. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4397. Из них 2953 человека выздоровели в COVID-госпиталях, проходит лечение 107 пациентов. В Карачаево-Черкесии планируют открыть 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации в регионе нацпроекта здравоохранения. Об этом сегодня рассказал глава республики Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии нет ни одного населенного пункта, который бы не был охвачен медицинским обслуживанием. Речь идет не только о крупных республиканских или районных стационарных или поликлинических учреждениях. Одним из основных учреждений здравоохранения в сельской местности являются фельдшерско-акушерские пункты. Всего их в республике функционирует 88. В текущем году сразу в двух селах Карачаевского района Каменомосте и Аулик-Арджурд открылись два ФАПа. Усиление первичного звена здравоохранения – одна из наших приоритетных задач, сказал глава. На полях продолжается уборочная кампания. Более 16 тысяч гектаров зерновых культур уже убрано в хозяйствах республики. Сельхозтоваропроизводители Дейхабльского, Ногайского и Абазинского районов первыми завершили уборку зерновых колоссовых и приступили к заготовке кормов для животных на зиму. Сейчас активно ведется уборка зерновых культур в Прикубанском районе. Завершить уборочную кампанию колоссовых зерновых и зернобобовых культур аграрий Карачаево-Черкесии планируют в августе. В сентябре начнется уборка технических культур и кукурузы на зерно. Сейчас сегодня прошел сильный дождь и не помешает ли он уборке на полях? Это сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Ветер восточный 5-10 метров в секунду и порывы будут до 14. Температура ночью 17-19, днем 31-33 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Театр является моей жизнью и судьбой. В 85 главному режиссеру Карачаевского драматического театра, заслуженному деятелю искусств РСФСР Борису Тахчукову. Он стоял у истока в становлении театрального искусства в Карачаево-Черкесии. Борис Хусейнович и сегодня активно работает, создавая прекрасные и яркие постановки в своем родном театре. О жизни и творчестве мэтра театрального искусства подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Каждый зритель должен сопереживать и даже стать соучастником того действия, что происходит на сцене, отмечает главный режиссер Карачаевского театра Борис Тахчуков. Всю свою жизнь он посвятил становлению и развитию театрального искусства в Карачаево-Черкесии. И сегодня, несмотря на свой солидный возраст, Борис Тахчуков предан своей любимой работе. Он активно принимает участие в подготовке различных спектаклей. Его творческий путь начинался в Ленинградском театре музыки и кино. Безусловно, Борис Хусейнович стоял у истока в становлении национальных театров в республике. Его постановки всегда вызывают особый интерес у зрителей своими яркими образами и глубиной проблематики, раскрываемых им тем. Ставил спектакли, и главное я этой профессии дал, то, что создали театр на национальных языках, на карачаевском языке. Значит, был создан наш театр, который сейчас успешно работает. Это главной заслугой, я свое считаю. Ну и помимо этого, все-таки 104 спектакля поставлено мною на сцене этого театра. 60 на русском языке и 44 на карачаевском. Борис Тахчуков сыграл более 40 ролей. Он автор таких известных пьес, как «Красный восход», «Черный ноябрь 43-го», «Скупой». Борис Хусейнович написал более 200 статей и работ по проблемам театрального искусства Карачаева-Черкесии. Указом президента Владимира Путина награжден Орденом Дружбы. Сам Борис Тахчуков признается, что основная его мечта была создание полноценного карачаевского драматического театра. Частично мне это удалось воплотить, признался юбиляр. Главное, мне хотелось бы, чтобы вот мы сейчас все в одном театре, пять театров, это ненормальное явление. Сейчас думает наша руководство о том, чтобы, значит, модернизировать. Не надо модернизировать. Лучше на этой театральной площади, на этой театральной площади, с двух сторон есть место, два небольших театра построить в том же, значит, конструкции, в той же, значит, архитектуре. В одном театре будет размещаться карачаевский-ногайский театр, в другом театре абазинский и черкесский театры, и в середине русский театр. Сегодня он также энергичен и активно включается в работу нашего театра, рассказывает директор карачаевского драматического театра Руслан Гучияев. Невозможно передать тот вклад, который сделал Борис Тахчука в развитии театрального искусства. И нам отрадно работать рядом с ним и многому у него учиться. Это титан. Титан театрального искусства. Не только его знает карачаевский-рекесий, но и запретен карачаевский-рекесий. Прекрасно его помнят, его знают. И по сей день он является главным режиссером карачаевского театра. И по сей день он ставит спектакли. У него очень много-много популярных спектаклей. Если я это буду перечислять, это на карачаевском языке более 40 спектаклей, на русском более 60 спектаклей. Так что этот человек достоин, проживает свою жизнь. И по сей день он на боевом посту в театральном искусстве. Каждый спектакль – это отражение нашей действительности, считает главный режиссер карачаевского театра Борис Тахчуков. И сегодня он продолжает неустанно трудиться, ведь именно работа и творчество дают ему силы творить на театральных подмостках и все его труды ради любимого зрителя. Алихалип Шоков, Медина Джан Кезова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии с переходом на третий этап снятия ограничений открылись спортзалы, фитнес-клубы. Как спортивные залы возвращаются к прежней спортивной жизни, какие правила все еще придется соблюдать, расскажет Руслан Джукаев. Вот спустя 4 месяца самоизоляции любители спорта возвращаются в спортивные залы. И вот на входе мы видим средства для обработки рук, маски. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас меряют температуру. 36,6. С температурой все в порядке, мы можем идти в зал. Фитнес-клубы подготовились к встрече со своими посетителями основательно. И уже со входа мы видим привычную всем разметку с напоминанием соблюдения социальной дистанции. После снятия ограничений изменения в привычном процессе работы зала коснулись обеспечения дезинфекции. По графику проводится дезинфекция всего инвентаря и тренировочных зон. А график индивидуальных тренировок разделили на несколько частей, чтобы исключить скопление людей в одной зоне. После долгого перерыва мы наконец открылись. И нашей первой задачей было обеспечить безопасность клиентов. Для этого у нас имеются дезинфицирующие средства, термометр для измерения температуры и масочки при входе. Надеемся, что тренировки после долгого режима самоизоляции будут безопасными и комфортными. Конечно же, людей сейчас в спортзале меньше, чем было до пандемии, но верные своей полезной привычке уже с утра делают пробежку и приступают к силовым нагрузкам. По словам тренера, важно понимать, что нужно дать организму приспособиться к тренировкам после долгого перерыва и не давать большие нагрузки, так как есть риск получить травму. Сложно. Четыре месяца отдыхали, потеряли форму. Скучали по залу, конечно же. На сегодняшний день уже открылся зал. Люди потихоньку начинают ходить, набирать форму. Кто-то поправился, кто-то похудел. Потихоньку уже работают. В свою очередь мы тоже пытаемся их адаптировать после такого долгого периода без тренировок. Все приобретенные абонементы до начала пандемии были заморожены, и сейчас они действительно. Все желающие могут обрести хорошую спортивную форму, вернуться к занятиям и наверстать пропущенные тренировки. Руслан Жукаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас премьера сериала «Ласточка». Редактор субтитров А.Семкин